Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Сидмерс Цивилизейшн 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну что, Грейн, не будет садик. Не будет садик. Я всегда считаю, что это собственный парень. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на console.war.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой Леши играет для получения бонусов. На родную территорию, вот этого надо на родную территорию посадить. Вместо хисипик. Ну, вот глюки, скри, конечно. Я, например, шотландского шпиона вижу. А ты шотландец моих, видишь? Ну, если ты скажешь, где они, может, их не вижу. А, ну... Если в моих городах они есть, то нет. Грузин. А, ты ж не видишь. У тебя такая способность только. Нет, у тебя нет. Ну, то есть ты вместо хисипик сейчас пытаешься... Ну, это, блин, конечно, читы. То есть я здесь понимаю, что ты пытаешься у меня там губернатора убрать, и я, соответственно, буду против этого что-то делать. Ну, бывает, очень страшно. Может, это такая особенность, увидеть все? Ну, если ты в союзе, да. Ну, если ты в войне, то странная особенность. Кстати, вот как насчет, там, для будущих игр вести правила, что только в одном кризисном союзе можно состоять? Потому что предыдущая игра показала, что это дичь какая-то. Нет, человек может сам понять, что если он вступает во второй, то, по-моему, ты сам можешь решать, куда тебе вступить. Ну, люди, они такие, человеки. Да нет, как бы ты сам действительно можешь думать соглашаться, не соглашаться. Не, в грузинских городах я не вижу шпионов твоих, значит. Мне не положено. А что, ты все грузинские города видишь? Ну, конечно, мы же в этом союзе, в кризис. Зачем тебе эти города понадобились? Вот я смотрю на них, это же печальное место. Ну, просто, чтобы не был у меня в тылу какой-то чувак, который будет опять, давайте вот нападем, вот это вот все. Кинуть ядерку, что-нибудь такое, зачем? Кинуть ядерку, да. Я думаю, вряд ли смог бы кинуть ядерку, но есть, если сна у тебя. Ну, а там и речь-то есть, наверное, особо. Да там клетки не обработаны просто, что тут говорить. Я уже молчу о том, что у меня просто есть армия, что у меня, пускай, что постояла. ГГшки я все захватил, которые рядом были. Ну, пусть обеспечивает охрану границ родных. Может быть, ты с ним заключил союз против шотландц. Да, у грузин бы так против шотландца помог бы. Ну, с той же эффективностью, что и против тебя. Ну, ладно, это такое. Нет, против со мной у него хотя бы границами, хотя бы границами, а до шотландца ему пилить клеток 10, еще через Вавилон, к тому же. Так, грузин приехал в Вавилон забирать, так и не забрал. Ты просто сказал, что он его не приходил забирать. Показывал Вавилону парад, что ли? А почему бы нет? Хвастался юнитами. Да, это черезная армия там, в квартале там. Показывал Вавилон. Народное ополчение. Не хватило ему меня убить. С parchmentю. Ты был заб centers. Ты поискар. Хто remedymek都 протеста. ТРЕВОЖНОЕ ... всех убивал тут и 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 может ли блин на эту сторону линкоры и не смогу до были коррами мог отбиваться например что у меня у этого города виктор плюс 5 боевой мощи и уровень вражеских шпионов снижен город невозможно взять в осаду надо как получить я понимаю два скаута убил получил 8 очков эпохи а чего так много типа ветераны ну плюс три по умолчанию еще плюс один из за то что меня так махал и на два повышения когда больше штука еще за корпуса да что продвижение застопорилась на этих озерах кого спрашиваешь воюющих там едут армии там ужасно ну да будет забирать меня блин качка как на предложение отвечая не отвечаете что не приходят они что рамах не смотрят мне тоже приходилось озвучь к тех ты кого-то в игре те не только можете всегда это сказать такому проще уже не посылать те просто занимаешься армией надо еще тебя озвучивать что-то напоминать ты чем занимаешься в это время скажу надо в команду выйти а где она а потом хотя бы откроем давайте объединить мне кажется тут все таки у меня вряд ли кавалерия скоро будет вот армия рты будет это да и Хм... Убежал... Блин... Я тут проспался... Ракетный крейсер всегда таковался... Да... Пятерки не апались... Да как? Ну ты ж походил уже этим танками... Почему можно апать после того, как ты походил? Генерал подъехал... Ты еще не разобрался, что ли, в этом нововведении? Какой новый видень? Генерал подъехал, можно теперь ходить? Да... Теперь неважно, генерал там или вот этот вот грузовик, снабжение, в общем, что угодно, что дает он в спид и даст возможность прокачать юнит... Даже под сталком походил... Ну это тупо... Это тупо... А если юнит убегает... Из-за действий генерала... То бонусные очки передвижения пропадают... С раньше бафов в начале хода... Я весь ход из ходов бежал... А сейчас вот... Только в зоне действий генерал... ... ... Продолжение следует... 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 да вот так армии танков ну так о чем мы сидим я думал как получше будешь мне кажется вот миксбит стиле вот в этом вот микси в вацик и может нет у меня нету нефти вообще нет нефть я не открыл еще просто ну вот в том-то и дело я ничего не могу сделать команде дел или там у него арты еще много я шел в нефть чтобы месяц выйти в пт команду я ее еще скажешь открываю ну не просто один ход до пт команды на всякий случай тут бессмысленно продолжать честно говоря я то есть даже вот просто даже если у нас становится нг дальше не будет забирать мои города и что может сейчас просто развернуться и пойти к тебе да мне придется покупать это команда за веру но он все равно заберет но ему очень долго это будет делать что и городов много мне нападать не нужно да я тоже сидишь ему не нужно тебя нападать вообще он просто впереди по всему ему достаточно там ядерки выйти очень-очень круто до тяжело расселение как не тащу сейчас вообще мне кажется 5-6 городов веселее играется и меньше внимания тратится на это все да тут не тащит дисбаланс обычно лишь стоит силы у меня нету не производства у меня нету ресурсов необходимых для развития вот это еще тупая просто вот меня выводит если в пятерке петра решала ну то есть это было уже очень неплохо то в шестерке еще петра с руркой это вообще город получается постоянно с каким-то офигенным производством просто без вариантов но еще очень обидно что штанца в радости очень много очков он просто забирает ученых эти без проблем очень тяжело забрать у него на плюс два плюс четыре они очень сильно я в рубка специально шел потратил туда инженеров чтобы вырубил там что-то все равно на и первую построю с петро и дрожи его канал наверно вышел просто не на если вот явно без шансов то я готов я творится если так пойдет через два хода упадет точно понимаешь качечка тут даже и тут не в том в плане без шансов что меня полностью заберется в плане без шансов даже если вот он сейчас меня не забирает просто вот ну например не берет солицу а пойдет заберет два вон тех голландских города то я не все они в состоянии с ним как конкурировать я знаю нужно было вдвоем с ним воевать вот именно тогда как ты забрал голландский город и я тебе говорил пойдем на шотландцы меня было два выбора и так у меня был с ним союз меня выбор уже либо срыву с меня до сих пор тот же союз я тебя спросил когда все союз закончится ты ты у тебя как бы ты там летаешь в облаках ну а чем не эти мамлюками на него в любом случае с двух сторон науки так у меня тоже нету танков которые есть у шотландца нет него тогда были уже вот эти как их зовут терции у меня были только мамлюки и арбалитчики вся ну здорово но уже не может их расставить по всей своей территории не надо у города жирная бомбардами тяжеловато было бить а бомбард и шлюпались на не знаю короче лишь как можно было его убить он опережал меня очень много по науке и явная отстал от него в тихи я рассчитывал что и продержишься там лучше и я попробую под лодками ему сжечь города она стоя настроил копиров под двумя карточками сколько восемь корпусов 9 корпусов копиров я и хапну значит карту убираю получается денег очень копится а по их и пробовал бы сжигать города по каунтам с тобой войну уже тоже у него же тоже армады там морских юнитов да у него армада морских юнитов но подлодки как бы повеселее бьют линкор у меня их просто больше я вот проплыл и сейчас вижу у него сколько раз два три 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 армада у тебя что ли только или еще где то есть сколько одному ходу не построена еще 6 ну все равно вам схлестнулись и морские сражениями на заклике может быть мне повезло бы потому что нет ну вот так такой вот вариант но другого по суше я его вообще никак не могу продавить то только вот с воды разбить его плюс я еще шел в эту тело венецианку построить но тоже не построил ну очень очень хорошая шотландии смотри сколько у него холмов меня столько нет все клетки холма такая же фигня меня в начале игры еще говорил что тут просто равнин нет одних у меня кое-где есть холмы до выручают вот лесопилки никто у него есть рейки для городов у него есть холмы у него есть озеро у него есть петра у него есть петра холмы под нее с бомбой даже не старт офигенно не соседствовали пока он не забрал вот этот город голландский понимаешь вот он где-то там стоит даже эти вот r был от выпеченной и вот голландский город все но я видел вот три города морских дома ну ладно их массаж был не получается он сильно вперед ушел тут то есть бонусы шотландцев конечно не тоже классные я согласен но здесь сыграла первую роль именно место место божественное место офигительно как вот мир мир что мне с моим местом делать меня вот столица вот на этом в кишке появляется еще и кампуса на холмах построен да так у меня вообще у меня только в одном городе есть бонус соседства кампуса во всех остальных меня даже этих лесов не было чтобы получить бонус соседства для кампуса представляешь и и для коммерции тоже не было никаких бонусов соседства то есть я просто устроил даже денег не получаю никаких ну да он же курочки построили не но они не в армадах почему-то у тебя достроились а сколько у тебя что меня нет арма нет линкора вижу не в армадах достроен да не 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 армада строится просто линкора потом по три по четыре года они строятся по две штуки а вот венецианский арсенал я еще тоже ускорял пытался за то есть он забрал и петру и венецианский арсенал забрал все офигительные чудеса забрал ну холмы тащат че за шотландия это как греция знаешь гарги тоже такие же старты и она там все все убрала все ненавиды вы думаете это прямо такой старт шотландии минус что им даются холмы всегда ну ну наверно нежгорный у них горцы но я проведу два раза рама не бегали скала бы что прям не было может в этот раз просто повезло тогда тут вот как-то сидеть ждать еще чего-то нету смысл понятно что не я не думал что так легко будешь падать я надеялся что все-таки сможет там какой-то барон организм его армия и вот как только их корпусов кавалерия что мне сделать ну обычно вот если я отстаю я хотя бы войти эту пт-шки ну да что я шел нефти муж я шел мне я шел стали варенье ну вообще просто в стали варенье чтобы получить хотя бы бонус защите и увидеть мир нефти не оказалось пошел в пт-шки ну а я еще почему грузию брал углу грузин это есть нефть а у него есть ну он вот не я еще удивлялся поначалу как он все чудеса забирают но вот это место предрасполагает да нет изначально очень хороший старт что-то спорить у меня храм артемид строился четырех где-то столицами стерлинг стерлинг у меня это два три два три три два в старт конечно там у меня вначале было кромки 20 в общем я храм артемиды с 20 кромки устроил это вот там какой 15-20 так жить можно артемиды дал ему счастье который дает ему его эти бонусы или жилья 4 жилья еда еда на очень важно 4 жилья 4 хавкин быстро растет счастье этот бонус приятный просто город мог расти так не может отжигательный комплекс нафиг нафиг нужен был я чисто ради кризис чтобы не отдавать кому-то еще и вот такая логика и чисто ради культуры дашь культура да и не отдавать кому-то еще я видел что я очень быстро построен грех не пользоваться таким местом что-то грузин вообще не участвует обычное место обычно парочка холмов тут равнинки есть нормально я бы не сказал вот у австралии столица конечно очень крутая я не знаю как получилось так что слил вот очень крутая canberra просто единственный город который у меня промка есть вот сейчас ресурс открою нет прибыль вообще города до 30 промки дожди она сок лентом круто или сама по себе без оклин да и без оклин да тоже жить и производство плен дает нет но не еще 63 63 но оклин дает если гляну сколько он дает по 1 2 3 4 производства дают окном 55 промки дают окна смысле шесть промки уже дает производство на клетках он не обрабатывают 5 клеток воды в этом городе то есть 6 3 минус 58 так это же не 5 производства почему он дает один производство на клетки но он 2 уже дает на а уже 2 в промышленные промышленные родветы я на клетках на клетках воды вообще производства нету в принципе вот все производство которое из клеток воды получаешь это топом да вот даже даже 53 от моему неплохо меня все города даже до 30 очки не доходят вот эти вот ну да если хотя бы равнины бы его сколько грей у тебя производства в в роксбурге в роксбурге а вот тридцать я ставлю 130 125 и биг бенда строится сколько сейчас на руках бабло мало я опять же его забираю из логики чтобы никто там не на полмиллиард дальние не как некогда он строится это 5 ходов карточка на в копера конечно классная но она режет золото с караванов и просто просел по голду я убрал у меня сейчас 200 стал а с картой было 20 просто ужас это какая карточка где плюс сто процентов копера в темном веке промышленная с возрождении она и ну ну копера я вам скажу очень быстро в камбере даже молотки переливал то есть это пару коперов построил за один ход домик в кампусе или кампус построили от строго пока копера фигаре если другие города были по производстве не тоже был первая игра где у меня не было никакого века кроме золотого вот прям с античности и по текущий момент и следующий тоже золотой уж ты чудеса фигаришь но как-то конечно не но обычно как бы нет возможности я не знаю как ты не забрал потала на нужен был нужд и просто да ну это самого начала впереди я даже не мог вы вылочить момент когда прийти к тебе я этот защитник веры губернатор защитник и он приплывешь сейчас в этот я не забыл такие что я просто забыл защитника линкоры будут с плюс сколько с плюс 20 ну адмирал плюс 10 мужчина хочу защитить 5 отбирал да 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 развалился мой план ну чё красавчик поздравляю ну и карта конечно просто божеской вот это море внутренние тут озера и куча куча зеленых зеленых лугов это ужасно ну вот у меня сейчас главная претензия к фераксис это чтобы они генерацию карт сделали вменяемую то есть остальное там ну ядерные ракеты то есть уже более-менее с с каким-то балансом юнитов и прочего есть нормальные более-менее уже можно играть но вот из-за карты когда тебя в разные места сначала бросает там кто-то собран в одну кучу с одной стороны карты где-то в другое никакого баланса ресурсов нету хотя они обещали это сделать то есть ладно пускай мне не будет там у столицы все ресурсы там лошадь железо и прочее прочее ну хоть по хотя вы не должны быть в каком-то месте куда я реально могу добраться как ты играешь выходишь в нефти те и просто вообще нигде нету рядом даже не то что там ты человека захватил как как на это реагировать там бишь на побережье зато сколько раз два три 4 5 6 штук просто в линию да ну это слева от мне нравится эврика эврика на нефть на воде они погодите вот да вот построите буровую вышку постройте буровую вышку пусть у тебя нет нефти те надо срочно в пластмасс убежать и это добыть и надо буровую вышку построить но это всегда можно шпионом сперекисты и фиода банк он родился шпионами ну кстати можно было попробовать шпионами по убирать ему губернаторов и воровать деньги а блин не могу не сказать ссоре получилось так что я выполнил квест на тот ход не дали деньги построился big band 6 на руки на не смотри если шпионами пробовать нас просто очень мало если просто было больше людей можно было пробовать шпионами выкидывать губеров и воровать деньги у него вот так вот но не знаю получилось бы или нет но это все равно уходов 20 требуется то есть пока это это не луза пока не хорошо а зачем губеров выгонять они жадость дают и население в данном в его случае по уму его случае нет но я говорю как вариант делали так ребята когда еще с генералами играли парень три генерала войска он пошел воевать ним шпионов накидали воровали деньги и он просто от банкротства подожди раньше же дал патчи деньги не воровались они воровали деньги в ход то есть я вход не прибавлялась большая армия и расход шел меня так тоже пару раз вгоняли там идет расход шел расход и из-за армии и в него минус 20 было за банкротства и ты понимаешь к чему это привело там вылезти нереально для разучим балку это все поможет не всегда есть смысл убивать человек до конца но он там что-то это игорь болтавцев три или четыре генерал настакал на пушке хотел повоевать ему накидали шпионов все дружно на 8 по играть все ты координированные просто воровали деньги каждый ход он не мог ничего сделать и в итоге армия начала распускаться то здесь точно так же можно было попробовать но мы бы не успели уж очень ты красиво идешь друг на производство самой бессмысленной тоже с которой я видел дешевым повезло не ваш 4 4 даже о чем речь то раздольтая какой-то раздольтая но вот чудо у тебя чудо у меня чудо есть нам за подарок армат разом не сложно это чудо в очередной раз видишь арма кумася там клетки по 4 еды а ну да да вообще лёшу закрыли конечно тут пустыня голландец мне даже было конечно попробовать смотри вот подселить этого но тут наверно у тебя отпали бы города к ним конечно решили бы холмы еще горгу не любят за того что у нее такие старты не поиграть наверно все-таки шотландцы будут банят следующий раз если мы будем банить да тут может такой старт выпасть и независимость независимо от нации ну у них них по моему вот карты генерируется и там как-то раскидывает по предрасположенности к определенному старт то есть тут просто было очень много холмов может если бы холмов меньше сгенерировалась мы все равно сюда кинула но было больше равнин так тут одни холмы еще собор этот василия просто конечно ну да город стал очень красивый кэш после него обердин 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 ужас причем когда я его ставил это был худший город какой можно представить потому что тут были все клетки кроме 2 1 еды и 2 клетки 1 2 как будто бы роксбург был гордым красавцам вначале лучше хотя бы были вот холмы всякие там тогда 12 шахты 13 уже клетка лошадей ему сразу передал еще там что-то оазис был в общем значительно это грустная игра мы все смотрели как штанец улетает австралиец просто голландец несчастный грузин тоже как сейчас вообще есть как бы на троих и он он один тащит мы все с лака не понял что он тащит вперед вперед по культуре там там всего догнать ой по науке я не знаю как и науке все все тут все тут хорошо может если бы не такой старт был крутой может можно было конечно заехать старт крутой и повоевать не вменяем и невозможно с ним но очень далеко от всех обособлено так стоит мне ехать к нему через эти леса долг не но если бы этот кондера было австралии мы были бы с ним близко вот и его убил ну я увидел возможность я обрабатываю вторую лошадь и думаю развитие или сделать там четыре лошади убить его я сделал пять лошадей убил пятью лошадьми два города и забрал пятью лошадьми мельбурна сидней вот поставил бы австралийцам три юнита всего лишь в этих клетках никого не было я объявляемую войну он видать начинает строить и появляется в мельбурне копейщик и захватываю мельбурн копейщик погибает в том в сиднее один сделался а второго я уже убил в самом городе то есть он все скандеры тащил видать тащил вот по этим холмам тут не было еще дорог недолго шли потом пытался отбиться но не получилось ну ладно спасибо за игру да спасибо очень знаю мне понравилось тоже я потестил это расселение очень печально может на лучших местах будет какая у тебя была идея к этой стратегии что ты хотел сделать начали выйти в золотой век и с помощью накопленной веры покупать рабочих или поселенцев в городах быстро обработать клетки выйти в темный век на средневековье и поставить карту плюс 50 процентов в два раза больше науки в городах со священным местом и плюс ваты построить у араба дешевые они там по 15 веры там на ток храма построить начали вот ну нет так я же веру основываю с культурной фигней с этим с хоровым пене на принципе быстро умеешь то есть быстро выхожу ухва вырываюсь вперед по культуре потом она падает когда в темном веке ставлю карточку на режет там культуру потом догоняют по науке думал в этой игре забрать ну убрать хоровое пение или нет потому что шотландцы типа бонус за счастье возьму счастье все равно и два священных места и еще кстати так можно пробовать играть высокую империю но через расселение через веру вот эти если много веры вначале набрать это образом даже с одного города в четыре города так играть лучше я помню я за арабика играл у меня с четырех городов было 300 верой от науки с четырех городов ну мне у меня был цель пробовать поселиться и там прикольно я много городов очень ставил когда у меня был открыт феодализм этого рабочий с плюс 5 появлялся я построил домик на расселение рабочий с плюс 5 плюс я сразу покупал еще одного за веру там 60 веру 100 то есть не было два рабочих то есть 10 клеток в работать с магнусом проблем я не успевал оттягать такое число городов тут невозможно ну да 14 городов кино танца сколько получается 50 плюс чтоб по всем городам пробежать жить ну ладно я я мы спокойно это спокойной ночью говорю уже пойду грейс по лишь спокойной ночи грей красавчик спасибо всем за игру спасибо что досмотрели до конца я тот кто сделал это видео и пользуясь случаем хочу вас попросить не забыть поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите на своем экране играйте в умные игры и всем пока